Михаил Пелеверт, израильский политический обозреватель. Михаил, здравствуйте. Добрый день, Роман. Ну вот, сегодняшний день начался еще и со сноса плантации в Шило. Что там происходит? Мне показалась такая очень изящная игра с Мотричей и Нетаньягу против Галланта. Ну, можно это трактовать и таким образом, но предыстория вопроса все-таки чуть более сложная. Это дело, которое Верховный суд справедливости в Израиле рассматривает уже то ли 13, то ли 14 лет. Как всегда, предыстория вопроса очень запутанная. Речь идет о так называемой территории Си, которая, согласно соглашениям Осло, должна была к 2000 году отойти к палестинской автономии. И большинство еврейских, так называемых, незаконных поселений происходит именно на этой территории, которая составляет около 65% того, что в будущем может быть, я не знаю, насколько уже, палестинским государством. И всегда на этих территориях происходит конфликт, юридически прежде всего, связанный с вопросом, а кому же принадлежит земля. Так вот, где-то 13 лет назад группа палестинцев подала в суд, в высший суд справедливости в Израиле, утверждая, что вот тот самый участок, расположенный в долине Шило, который принадлежит, был несколько раз уже перекуплен, переходил из рук в руки у еврейских поселенцев, на самом деле является частной еврейской, простите, палестинской территорией, землей. И суд принял решение, что палестинцы в данном случае правы, это частная палестинская земля, и государство Израиля обязано освободить эту землю от незаконных построек, незаконной сельскохозяйственной деятельности. Суд несколько раз предписывал это сделать в указанные сроки. Последний раз правительство попросило в октябре 2022 года отложить эвакуацию. Суд продлил это до начала февраля, и вот начало февраля настал. Значит, повторяю, проблема, конечно же, в том, что партии религиозных сионистов, Смотрич и Бенгвир, они на самом деле считают, что заселение земли Израиля в ее исторической, оригинальной географии является самой важной заповедью для любого еврея. И поэтому в этом случае их незавуалированная угроза политического коалиционного кризиса, она на самом деле, мне кажется, искренняя. Ну вот, что касается спорных земель, тут понятно. Но вот 9 форпостов, которые тихонечко под шумок юридической реформы легализуют, серьезно взорвали международную повестку. То есть министр иностранных дел, сейчас я даже попробую всех назвать, это США, это Италия, это вот Канада сегодня утром присоединилась, Великобритания, Германия, Франция. То есть все они против односторонней легализации? Все они против, потому что они все еще находятся в... верят в решение два государства для двух народов. Это единственная, кое-как проработанная рабочая программа, альтернатив у нее нет, и поэтому международное сообщество не способно мыслить вне вот этого политического решения. А нынешняя коалиция заявляет это, кстати, вполне открыто и откровенно, в подобное решение Израиля-Палестинского конфликта не верят. И Смотрич и Бенгвир много раз утверждали, что право израильтян, евреев, заселять территории так называемого западного берега, они не могут быть... их невозможно уступить и палестинцам. Здесь, кстати, так как религиозные сионисты сегодня составляют в Израиле, наверное, самую крупную религиозную группу, я всегда удивляюсь, насколько светские израильтяне, насколько вообще мы, израильтяне, не очень хорошо знакомы с их идеологической концепцией. А это более чем восьмая часть Израиля? У них там больше... Даже больше, даже больше, потому что она включает в себя и людей, которые носят, как они о себе говорят, прозрачную кипу, то есть придерживаются традиционного образа жизни, несмотря на то, что вы во внешнем стиле их одежды этого можете и не заметить. Если у нас есть минута, мне это важно на самом деле пояснить. То есть эти люди, составляющие, я бы сказал, около 20% Израиля, израильского населения, они верят в учение Равина Кука, Авраама Ицхака и его сына, которое говорит очень простую вещь. «Заселять израильскую землю является Божьей заповедью, и с каждым новым усилением, с каждым новым возделанным пятачком земли евреи приближают приход Мессии». Именно в рамках подобной концепции я предлагаю смотреть на приближающий, быть может, возможный коалиционный кризис. Я в этом смысле, кстати, не циничен и думаю, что смотрячи Бенгвир вполне искренне в эту концепцию верят. Именно так, кстати, предлагал в свое время Равин Кук трактовать сын, Кук-младший, трактовать победу в шестидневной войне. Обратите внимание на интересный символизм. Война длилась шесть дней, так же, как и создание мира, согласно Торе. На седьмой день Бог приказал всем, заповедал всем отдыхать. И начиная с шестидневной войны, религиозные сионизм, религиозные сионисты на самом деле считают, что в шестьдесят седьмом году произошел первый этап приближения Мессии. С тех пор нас сопровождает вот этот острый вопрос о том, а кому же принадлежит Земля. И когда мы слышим о том, что девять новых поселений нынешней коалиции разрешены, легализованы, мы должны к этому относиться как к религиозной вере, повторяю, Смотрича и Бенгвира, что этот вопрос не может быть предметом политического компромисса. Это что-то, что заповедано нам Господом Богом. Я еще слышал такую версию, что восстановление Израиля и есть восстановление храма, приближение Мессии, именно восстановление Израиля. И вот это как раз очень серьезно, потому что это сионистская идея. Тут может быть какое-то серьезное течение, объединяющее Израиль возникнуть. Нет, то, что вы сказали, это все-таки трактовка светского сионизма. Религиозные сионисты и вообще религиозные люди не могут перечеркнуть самого утверждения в Библии, в Пятигнижии, в Торе, в Танахе, что Мессия рано или поздно явится, и это будет настоящим освобождением как народа Израиля, так и мира. Поэтому здесь весь вопрос, на самом деле, с его практической точки зрения, я бы выразил следующим образом. Насколько возможно, на самом деле, в будущем поделить вот этот небольшой клочок земли между рекой Иордан и Средиземным морем между двумя государствами? Как мне представляется, это стало уже невозможным. Любой человек, который посмотрит на карту еврейских и палестинских поселений на территориях A, B и C, придет к выводу, что провести границу между двумя государствами мне представляется невозможным. Это страшная змеевидная линия, которая просто не поддается, мне кажется, реализации. Кроме того, что ведь израильское общество, которое очень условно можно поделить на левых и на правых, относительно вопросов будущего палестинского государства, обе части общества, они ведь на самом деле правы. То есть правые утверждают, что в момент, когда мы уйдем с Иудеи и Самарии, а это самая высокая точка в нашей стране, мы не сможем обеспечить должность защиты Израиля. То же самое мы можем согласиться и с левым утверждением, что если мы не уйдем из Иудеи и Самарии, то тогда, к сожалению, нам грозит демографический коллапс, и евреи через какое-то время не будут составлять уже большинство. И поэтому я бы сказал, что израильская трагедия нашего современного израильской идеологии заключается в том, что обе стороны правы, а какого-то третьего пути пока что никто не предложил. Но вы сказали, что Запад только безальтернативный план двух государств придерживается. Получается, что то, что предлагают религиозные сионисты, для Запада будет рассмотрено только как коннексия? Мне кажется, что да. Повторяю, сегодня во главе всех демократических стран стоят люди прежде всего, которые верят в решение два государства для двух народов. Это, быть может, в какой-то момент Трамп мог предложить какую-то иную бизнес-альтернативу, но это не произошло. Поэтому я бы вполне серьезно отнесся к требованиям Смотрича присоединить так называемую территорию Си к Израилю. Я хочу напомнить, что в свое время Бенемин Нетаньягу тоже вполне серьезно был настроен на этот счет, но изменил в последнюю минуту свои планы из-за авраамических соглашений и переговоры, которые велись и все еще ведутся с саудитами. Эти страны арабские ни в коем случае не могут себе позволить иметь открытые дружественные отношения с Израилем в случае, если будущее палестинское государство становится уже нереальным. И в этом смысле я к сожалению повторяю не вижу как в ближайшее время мы можем в отличие от барона Мюнхгаузена, который мог себя за волосы достать из болота, как мы можем достать себя из этого тупика. То есть с одной стороны мы не готовы на палестинское государство и не готовы передать ему большее количество полномочий, чем сегодня у них есть. Я хочу лишь напомнить о выборах в 2006 году, когда большинство получил Хамас. С тех пор израильтяне вполне оправданно боятся любого демократического процесса в Палестине. А с другой стороны мы видим насколько продолжающееся присутствие израильских военных сил на западном берегу практически ежедневно создает нам огромные проблемы гражданского, демократического, административного характера, потому что так или иначе сегодня есть сотни тысяч палестинцев, которые живут под прямым гражданским, под прямой администрацией нашей военной системы, даже если мы ее назовем гражданской администрацией, это не отрицает самого того факта, что речь идет о Министерстве обороны Израиля, и конечно же это большая проблема в этом смысле вне зависимости от того, как вы относитесь к решению палестинского вопроса, Израиль в самое ближайшее время столкнется с требованием определиться, может ли быть, то есть с одной стороны одна какая-то географическая территория, например, возьмем территорию Си, в которой будут проживать палестинцы и израильтяне, и у каждого из этих групп будет какой-то свой отдельный закон. Именно этого и боятся на Западе наши союзники, Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, Германия, которые утверждают, что любая ситуация, в которой люди, живущие в одном и том же буквально в одной и той же географической точке, но при этом не имеющие равных гражданских прав, это прямое нарушение всех международных конвенций о демократии. А как отвечает на этот вопрос Смотрич и Бенгвир? Вы знаете, Смотрич и Бенгвир никогда на этот вопрос напрямую не отвечали, так как они действуют в рамках мессианского представления о развитии истории, они считают, что надо ввязаться в бой, а там посмотрим. Здесь в этом смысле они уверены, что у нас сопровождает божеское проведение, которое рано или поздно выведет нас на путь истинный. Кстати, Смотрич в этом смысле даже готов был предоставить палестинцам, проживающим на территориях Си, речь идет приблизительно о 300 тысячах палестинцев, какие-то гражданские права, но не политические. И в этом смысле, повторяю, примат для Смотрича и для Бенгвира, примат земли над, повторяю, какими-то демографическими соображениями или политическими соображениями, он абсолютно понятен. То есть, они прежде всего верят, что надо продолжать и заселять нашу оригинальную землю. Иначе все, что произошло начиная с 1948 года, а затем с 1967 года, они считают абсолютно бессмысленным. И еще один момент, который тоже важен для понимания религиозных сионистов в Израиле, это очень большой кризис политический и религиозный, который эта группа пережила в 2005 году в результате размежевания, инициированного Ариэлем Шароном. Это был момент, в котором даже некоторые религиозные авторитеты засомневались, а правлей был Авраам Кук, о котором мы говорили в самом начале. На самом ли деле начиная с 1967 года земля Израиля постепенно, народ Израиля постепенно возвращается в свою землю, и как вообще трактовать то, что произошло в 2005 году, когда одна группа светских евреев силой эвакуировала другую группу религиозных евреев из исконно еврейской земли. То есть это был очень большой политический и религиозный кризис в сознании религиозных сионистов и надо сказать, что они его пережили и очень часто, кстати, когда сейчас представители религиозных сионистов аргументируют свое настойчивое требование изменить юридическую судебную систему в Израиле, очень часто они говорят о том, что в 2005 году, когда требовалось защитить гражданские права поселенцев, богатцы этого не сделают. Это одна из причин, почему богатство в его нынешнем виде они считают незаконным, двуличным институтом, который не защищает в равной степени права всех израильских граждан. Михаил, спасибо вам огромное за такой развернутый комментарий, действительно крайне сложная проблема, но она сейчас в процессе развертывания. Михаил Пелеверт, израильский политический обозреватель, был в эфире Лучшего радио, будем наблюдать дальше, спасибо. Спасибо, Роман. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин.